Добрый вечер дорогие друзья, здравствуйте подписчики канала Левитов Ченс, кто не подписан, срочно подписывайтесь. Сегодня продолжаем мы вспоминать в преддверии, так сказать, у нас так получилось, может быть неосознанно, чуть-чуть в преддверии матча на первенство мира между Карлсоном и Непомнищем, который начнется примерно через месяц, уже близится главное шахматное событие последних трех лет, мы продолжаем с Владимиром Крамником вспоминать его матч в Бонне в 2008 году с Вишонатаном Анандом. У нас был первый эфир, посвященный событиям до матча, подготовке и всем политическим шахматным передрягам, от которых мы, слава богу, уже отвыкли. И потом у нас были эфиры, посвященные первым четырем партиям этого матча. Остановились мы на пятой партии, счет перед пятой партией был, ну скажем так, 0-1, выражаясь футбольным языком. Владимир, Володя, добрый вечер, привет. Добрый вечер, добрый вечер, у нас все грустнее и грустнее, каждый репостаж будет. Первый был тревожный, второй я уже минус один, сегодня, может, еще хуже все станет, посмотрим, да, как пойдет. Жалко, что нельзя поддержать интригу, а такая интрига в матче, как бы, она бодрая. Ну, я думаю, не все знают, как, наверное, и слушатели, или, по крайней мере, не все помнят точно, что происходило, так что интрига, думаю, будет все-таки для какого-то количества зрителей. Ну, мы остановились, что, на четвертой партии? Да, счет 2,5. Ну, как получилось, да, что первая-вторая ничья, и для тех, кто, может, не видел предыдущий репортаж, третью я белыми в Миране проиграл, после чего, насколько я помню, на следующий день была сразу же партия черными. По-моему, мы играли два дня выходной, два дня выходной, по-моему, вот так, то есть две партии, насколько я помню. В общем, был выходной, и была четвертая партия, ну, мы готовились к четвертой партии, пока третью забыли, и после четвертой партии она была достаточно спокойная ничья, я пришел после партии, ну, и как-то мы начали разбирать, что делать, как готовиться к пятой партии. Напомню, что идеи у меня было немного, в принципе, ну, мы чуть-чуть поанализировали. Дело в том, что у ребят в их комнате, в штабном номере, так сказать, где основная работа шла, у них был вот мощный компьютер, ну, по тем временам мощный, сейчас, конечно, смешно это все с нынешними мощностями, но по тем временам он был довольно мощный, он был один у меня, он был в их комнате. Ну, и, соответственно, я сказал, что в любом случае, ну, в принципе, так мне показалось, что позиция белых интересная, в целом третья партия, одно дело, когда меня встретили новинкой, я за доской там разбирался, другое дело все-таки уже после подготовки, а если она лучше, объективно окажется, ну, там, с компьютером простучать по кнопке, как говорится, говоря на шахватом сленге, в принципе, не так уж сложно, ну, хотя, достаточно, там, сложно было, вернемся к этому еще. Ну, и, в общем, я сказал, ребята, по-моему, я как-то посадил Фресине и, по-моему, Серегу Рублевского, я посадил на этот Миран, на этот вариант, Питера я отправил что-то готовить еще другое, то есть, ну, например, вот вариант с Е3 в славянской, Е4-е3, мы его до матча смотрели, что-то у меня там не очень получалось с перевесом, и такой тип игры был не очень правильный, ну, вот, и можем, можно доску, как бы, сразу поставить, я могу показать, в каких направлениях шла работа. Да, то есть, ну, вот, Питер изучал такой вариант, D4-D5, C4-C6, точнее, как изучал, мы его изучали, но что-то ничего у нас не получалось, Конь F3, Конь F6, да, Е3, ну, это, конечно, логично было бы играть против Ананда, потому что вариант спокойный такой, он сейчас очень популярный, наверное, вообще самый популярный на славянскую, так со мной играл Топало в матче, и я испытывал какие-то проблемы, но вот я был уверен, что Анан будет играть вариант слон G4, и ничего в нем не мог найти, значит, H3 играют обычно здесь, и слон H5, можно брать на F3, но там белые все-таки подавливают без риска, нормально, там тип игры правильный, как мне казалось, против Ананда, ну, Конь C3, Е6, и здесь для того, чтобы на что-то рассчитывать белым, надо играть G4, слон G6, Конь Е5, чтобы этого слона забирать, Конь Е5, Конь БД7, здесь играют Конь БД7, Конь БД6, HG, Ну, вот эта позиция, и дело в том, что она, как бы она, я, конечно, перед матчем смотрел немножко, мне не понравился характер игры, во-первых, мы объективно не могли найти перевесы здесь, во-вторых, характер игры не очень нравился, потому что у меня все-таки раскрыт король потенциально, да, я сыграл уже H3, G4, два слона, это дело хорошее, конечно, но у черных поится очень крепко, и главное, что, видишь, я вот это обратил внимание, ну, уже давно, еще давно до матча, что он очень хорошо играет конями, это его очень сильная сторона, он никогда, так сказать, сильно не любил двух слонов, то есть, вот есть, ну, как бы шахматисты профессиональные знают, что есть такие вот игры, которые очень любят двух слонов, я в том числе, то есть, очень ценю преимущество двух слонов, вот Анант, он любил коней часто и довольно часто отдавал слона за коня и вот за какую-то такую крепкую позицию или же прыжки, да, какие-то конями, здорово прыгает конями, и здесь так получается, что белый король чуть-чуть подоткрыт, ну, понятно, что белый борется здесь объективно за перевес все-таки, но не так просто, непонятно, есть ли этот перевес, и, кстати, я не понимаю, почему даже в современных шахматах черные не так часто идут на эту позицию, потому что мне всегда казалось, что она очень надежная, крепкая и с какой-то контр-игрой потенциальной. Ну, так иначе, я его посадил сюда, чтобы он поработал, все-таки попробовал что-то найти, потому что все остальное в Е3 меня устраивало, но я был уверен, что Виша пойдет сюда, потому что ему это по стилю подходит, да и объективно стояло неплохо. В общем, да, ребята, ну, стучали по кнопке, в общем, пошли стучать по кнопке, я пошел, значит, заниматься двумя делами выходные, это первое, это повторять весь Миран, как бы до, имею в виду вместо этого варианта, еще его там уточнять и так далее, вот Слон Д3, который я играл в третьей партии, и походу немножко что-то думать, что еще могу сыграть на этом. Да, и я, да, ну, тут начинаются какие-то чудеса, потому что действительно какие-то происходили вещи, которые вот трудно объяснить, абсолютно какие-то невероятные. Ну, в общем, можно эту партию поставить, значит, ну, то есть идея в чем, что я когда пришел с партии, как я уже говорил в предыдущем репортаже, вот мы можем позицию поставить. Какую? Из какой партии? Да, значит, ну, из этой партии, да, как и было. Из пятой? Да, да, из пятой, да, ну, она же и третья, да, то есть вот эта позиция, та же, то же самое, что в третьей партии было, да, значит, А6, И4, И5, И5, ЦД, конь бьет Б5, да, взяли это все, да, рокировка, ферзь Б6, ферзь Е2, слом Б7, да, слом Б5. Ну, вот, да, я забрал на Б5. И вот дело в том, что я, как уже говорил, во время партии я был уверен, что идея хода слом Б7 на слом Б5 ладежи 8 пойти. Ну, а нам быстро сыграл слом Б6, ну, и как бы, ладно, ладежи 8 не сыгранная, не сыгранная. Я, когда, вот, мы перед выходным, да, перед выходным мы, значит, когда собрались, подвигали партию немножко с компьютером, там, какие-то идеи набросали. Я сказал, ребята, кстати, ладежи 8 серьезный очень ход, мне кажется, что он очень серьезный. Его надо посмотреть еще тоже. Ну, сначала слом Б6 добейте, но вообще-то ладежи 8 серьезный ход. Да, а, значит, ну, и они, в общем, оставил их до следующего вечера, значит, заниматься этим делом. Ну, кстати, в слом Б6, вот, в дополнение к предыдущему репортажу, да, в итоге они, там все, конечно, очень непросто, и в слом Б6 тоже, потому что вот то, как было в партии ладья Д1, значит, я сыграл. Ладья Д1, ладья Ж8, Ж3, ладья Ж4. Да, и теперь, вот я говорил о том, что Б4, вот, единственный ход, который дает, похоже, дает перевес, но тоже, кстати, перевес не сверхбольшой, и я понял, почему не А4. У меня же остались записи оттуда, то есть я поэтому в перерывах между нашими разговорами я просто поднял старый архив, да, старая запись. Идея в том, что на А4 ферзь С5 исходит, вот в этом идея, именно начать с Б4 надо, чтобы ферзь не переходил, с идеей ферзь Д5, и тут у черных отлично. Именно поэтому надо пойти в Б4, да, чтобы, то есть идея та же А4 с последующим Б4, или Б4 с идеей А4, но главное, чтобы ферзя, походу, не дать. Не дать, да. И вот, ну, например, вот, на самом деле все тут далеко не так просто, но я вот просто сейчас расскажу вариант главный анализа компьютерного. Я не знаю, что сейчас компьютерные говорят, но просто показать, что в действительности было не так просто анализировать эту позицию, даже с компьютером. Главный вариант следующего нашего анализа в итоге, ну, точнее, их анализа с компьютером, Король Е7, значит, здесь очень много разветвлений, между прочим, вот, кроме Король Е7 в анализах, вот, с матча, который я поднял, еще 9 ходов рассмотрено, то есть всего 10 ходов, да, кроме Король Е7. Ну, то есть всего, вот, после Б4 у черных 10 ходов. Значит, Король Е7... А легальных-то всего 30 обычно в позиции, из них 10 проанализировано. Почти все легальные, там, 3-0, слон С6, я не знаю, там, ну, все, что вообще, слонбит Б4, конечно, и так далее, и тому подобное. Ну, но, в принципе, вот, основной вариант был следующий, Король Е7, Самый принципиальный, Король Е7, А4, да, вот то, что я в прошлом репортаже говорил, ладья АЖ8, А5, Ферзь С7, ну, тоже Ферзь А7, там есть ход, Ферзь С7, комбит Д4, да, вот эта позиция, но это, это, это далеко еще не конец, как оказалось, потому что тут сильнейший ход черных, Конь Е5, Конь Е5, и, ну, тоже здесь, я только основную линию даю, потому что много разветвлений, но грозит ладья Б4, Конь Ф3 шаг, да, то есть, вообще все очень страшно, но вроде бы, вроде бы компьютер в итоге говорит здесь, что, значит, такую дает линию, Ф4, играет, ладья Б3 шаг, АЖ, ладья Б3 шаг, Король Ф1, ладья АЖ3, Слон Е3, надо ходить, грозит ладья АЖ1, ладья АЖ2, видимо, да, ладья АЖ1 шаг, слон Ж1, Ферзь С3, значит, ну, это я к тому, что, конечно, я понимаю, ну, может быть, минимальный, достаточно минимальный блеф Ананда в партии, сыграв с лжи, потому что доской это совершенно невозможно бьет, то есть, только если ты с компьютером это очень глубоко смотрел, ты можешь на это пойти, но за доской просто нереально совершенно, и тут серия каких-то единственных ходов, и вроде бы, все-таки у белых перевес, значит, ходы такие теперь, значит, ФЕ, однокровно, А Ферзь АЖ3 мы не боимся? Ферзь АЖ3 шаг, не боимся, нет, нет, мы не боимся, после, после компьютерного анализа уже не боимся, Король Ф2, Господи, ужас какой, Слон бьет Е5, Король немножко тревожный такой, да, Ферзь Ф1, строго единственный ход, Ферзь Ф1, да, Строго единственный ход Ферзь Ф1, да, Ферзь АЖ4 шаг, Подожди, а Слон Д4, Ладья Д4, Ферзь Ф3, Король Е1, что ли, холоднокровно? Ну, Король Е1, наверное, ну, вариант, вряд ли компьютер мат земнул, поэтому, скорее всего, все правильно, Ферзь АЖ4 шаг, Король Е2, Ферзь Е4 шаг, Король Д2, Так, Ну, это только вот основная линия анализа, Слон бьет Д4, Логично, Ферзь Е2, Ферзь Ф4 шаг, Король С2, Слон бьет G1, Слон бьет G1, Сейчас, сейчас, я просто пытаюсь понять, что, на Слон Д4, На Слон Бьет G1, Король куда-то, ну, бежит, Бежит, наверное, куда-то Король, там, на, на, или на А4 куда-то бежит, Король, наверное, и какая-то вишенка на торте теперь король b3 красиво если ты это исполнил и походу миллион разветвлений еще да ну да то есть на самом деле конечно в принципе не просто все это похоже на слон d6 единственный перевес слон е4 слон d3 просто не я думаю король бы тренера король бежит идея белого короля на 4 куда-то убрать да чтобы он он там надежно стоит крепко на 4 закрылся я думаю что в этом идея до суда ты там еще ферста 7 шах можно получить иначе может быть хотя тоже может король б1 но чисто компьютер шинут он и тут он дает причем такой перевес не то что выиграна просто перевес то есть типа плюс единицы то есть еще борьба как это ну в общем какая-то безумная позиция поэтому в принципе понять можно что ребята работали довольно много даже с компьютером уж опять же сейчас современные компьютеры это там за два часа очень быстро они щелкнули эту но они просто очень страшно сильные да они доходят до глубины сейчас уже там такие глубины 50 доходит тогда но 25 глубина это очень большая разница в такой сложной позиции в принципе понять можно но так иначе в общем я значит я помню да я там тоже ничего особо не нашел в других линиях как и ожидалось но если за год не нашел так я найду за день да но по крайней мере боковые все в этом подготовил и значит где-то вечером перед ужином по моему подошел к ребятам чтобы посмотреть что они там наготовили вот в этом основном миране которым готовились в общем они начали этих они уже так практически добили его вот все эти линии начали мне показывать да ну питер там что-то мучился с этой славянской никак не мог уравнение найти за белых это в этой позиции по питерам мы имеем ввиду лека так что ну кто никто 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 кто никто да да питер ли когда я зашел к нему он уравнять не может белыми значит в е3 славянской то есть играть нечего там хорошо спасибо значит но поработай еще до завтра еще до партии есть время может уравнять удастся все таки да и и зашел к ребятам я говорю ну то они что-то показывают что надо дорабатывать немножко но вроде все нормально ну я говорю да да вроде так с ними посидел часть все эти варианты прошлись конечно страшно очень что-то зевнешь или что-то пропустишь к у них вот но вроде компьютер мощный ну и потом когда все закончится он до 6 я говорю о ладяжи 8 то как о слушал держи 8 но забыли в это просто забыли ну хорошо ну окей да слон до 6 там типа слон до 6 службы но я все понимаю все-таки ладяжи тоже очень серьезный ход очевидно но мы так быстро ладяжи 8 но я говорю во время партии мне казалось что на ладяжи 8 слон f4 идея и слон g3 поэтому на расходу 6 было сыграно чтоб не дать слона перевести ну и мы там посмотрели так слон f4 значит слон d6 да слон g3 и тут всякие там король е7 их 5 какие-то ходы в общем но и все и как бы ну короче говоря ребят давайте смотрите дальше это в общем анализируйте ночь есть у вас еще следующее утро в общем молодежи 8 все-таки надо посмотреть ну что ночью слон d6 упираться ход тоже серьезно но ушел я значит да и обычно у меня была какая ситуация что я с утра там стою завтраку и так далее довольно поздно вставал и где-то я в районе по моему перед обедом ну скажем обед был в час примерно и игра в 3 то есть это в 2 2 30 я выезжал на парте потому что там еще ехать было минут 10 пока там зайдешь помещение ну там игровой зал так далее в общем где-то так все было ну и значит я уже там все окончательно повторил в миране в своем значит да и где-то там пол первого захожу к ребятам начну они меня значит показывают уже окончательно варианты в слон d6 уже все доработали игры окей хорошо но ладежи 8 что это тот сцена ревизора забыли 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 снова ты я такой но я такого еще не видел да то есть я как забыли я вам дважды сказал как это же серьезнейший ход они пересматриваются до забыли ну как бы но ты пошла полная ситуация полного пата ребятам осталось как что значит забыли меня почти игра через полтора часа уезжать на партию как позиция сложнейшая да и я говорю на судно я был жутко раздражен рассержен что это такое вообще забыли как бы ну как бы это ну я говорю давайте быстро садитесь и давайте давайте что-то смотрите я помню с ними быстро там да вот этот пробежал короче говоря ну там что-то жутко неясные сложные позиции полтора часа до партии я говорю давайте срочно в общем садитесь быстро я пошел быстро клика ну потому что я уже не знаю что делать играть не играть ну как а если ладежи 8 окажется ходом неудачным тогда одно конечно да а если он карт серьезным ну как полтора часа там какой-то попыхах ударов по кнопке когда скорее всего соперники вот там не знаю может неделю анализировал да это же да и в общем как бы ситуация у меня полный раздрай в этой ситуации потому что я не знаю что играть я уже полностью настроился на это другого по сути у меня нет я быстро побежал значит клика как давать и 3 быстро что-то что-то там хоть какую-то идею он мне там показывает везде похуже у белых потому что опять же там очень очень и 70 компьютер очень оптимистично за черных оценивал эти все позиции и он когда вот как-то тоже ничего найти не мог в общем тоже по большому счету играть нечего в е3 я значит ну там уже какой уже обед что-то заказал в общем в какой-то панике ну типа час тридцать уже я значит какой-то обед заказал и в попыхах уже думаю что играть а у меня же как я говорил мне ничего нет вообще у меня нету даже идеи что конечно моя большая вина надо было хоть что-то там на одну партию придумать перебивку какую-то да у меня ее нет я значит пытаюсь там чуть ли не дебют рейте там все что угодно что-то как-то да но это же бред ну конечно если ты готов за час что-то придумать невозможно да то есть и в итоге вот я я понимаю что ну там не готова тоже и в общем я не знаю что играть до ситуации то есть абсолютно уже выбит из какого-то игрового ритма потому что настроил вчера целый день работал на этими ран с другой стороны а что есть на слон до 6 я готова и сила держи 8 пойдет в общем в итоге я во всей этой ситуации значит какой-то пока ем что-то готовлюсь значит я туда позвонил ребятам звоню как там ситуацию ой слушай жутко неясно страшно сложной позиции там это все но но заходи перед а я обычно какая у меня была идея что я заходил где-то 25 там но минут на 10 перед партии чтобы уже последний получить там наставление и уже в машину и на партии ну я пока в общем но я сижу вот в этой в этой панике я не я думаю что мне играть мне это не играть и в конце смотрю на часы уже 230 то есть я уже просто ничего не успеваю но я просто на партию опоздаю и в любом случае не там оделся быстро но в любом случае уже ну что если там действительно сложная позиция то значит но как бы и что с того что я там ну что-то они постучали как за час да то есть во первых я опоздаю на партию во вторых если я начну вникать ну то есть очень короче говоря в этой суете я помню что я просто вышел у них был номер по коридору я за гостиниц коридоре я вышел и как бы они от у них открыта была дверь то есть они вышли так вот в коридор и я просто прошел как бы пошел на партию шеду ладно ну как бы все равно уже бессмысленно нет времени да то есть они меня видели как бы да я их видел но как бы и просто не было особо времени да я вам честно очень раздражен всей этой ситуации и как бы я еще сам не решил что играть я просто не решил ну и спустился вниз значит сел в машину и минут десять там ехать до партии ну как бы да то есть получилось что что ну ну окей но опять же я никого не виню это действительно получился безумие я не знаю как это могу случиться но тут каш хотя бы кто-то мог взять на себя инициативу все-таки в мобильный телефон есть машин да то есть могли просто позвонить и пока я еду что-то хотя бы рассказать ну хотя бы несколько хотя бы хоть хоть что-то да ну по крайней мере все равно я в машине еду но как бы никто не взял на свет и затем ну как бы мне потом скани сказали да что ну мы решили что ты как бы решил что другое играть и пошли обедать нормально работу сделали хорошо пошли пообедать отправили на партию я очень но я в машине во первых я же полностью выбитый из вообще из игрового ритма абсолютно во вторых я я я не знаю что играть я просто не понимаю что что это то есть что собираюсь играть я помню приехал там вышел сел значит за доску там какой-то кто-то первый ход по мне делал и вот там стоит это человек арбитр вот стоит через полминуты включит часы а я не знаю что я собираюсь играть я вот как-то лихорадочно сижу и я конечно я не могу начать думать на втором ходу я должен быстро играть потому что это бред если я пойду до 4 начну думать то есть я вот в этой ситуации помню сижу вот включили часы там первый ход там сделал за меня до 4 я понимаю что надо вот надо надо решаться да на что но я думаю опять миран но нет честно говоря я думал что во первых чисто игра то довольно рискованно это я считал что он на одну партию это подготовил я думал что он скорее всего на вторую уже сыграет там слон b7 вариант вместо а6 слон b6 что все-таки наверно не повторить этого ну это было первое потому что ну зачем так рисковать там риск огромного черных да и он уже понимает что я ну должен скажем так был серьезно подготовиться к любому ходу в числе в том числе ладжи 8 но поэтому я решил ладно пойду ну в конце ладжи 8 начислено же трену не хуже у белых там как-нибудь разберутся доской что но что делал и в общем да и вот пошли по партии да я уже важна в жизни если бы сыграл ты этот на лековскую как бы е3 ну там-то все-таки ну хоть там чуть похуже но там-то спокойная игра ну а ничью бы то точно не ну как не похожи я утрирую там ничья конечно но но смысле там равная позиция но да конечно наверное надо было но как сказать наверно надо было но но у меня но я понимал что я там ничего не получу скорее всего то есть очень было все-таки матч короткий 12 партий у меня третье белое я отстаю очко и вот просто его отдавать свет по сути дела не ну конечно конечно надо вот и заднем умом и казана получил заднем заднем конечно с другой стороны я я полностью подготовиться к этой партии кроме ходового даже 8 меня все было абсолютно блестело там все было готово да и но но как бы да вот но неудачное решение да но с другой стороны тоже конечно такое ощущение обстоятельства забыли право держусь у меня такой еще не больше у меня было то что люди я в том числе ошибались в анализе то чтобы забывали дважды как хочется меня просто не было ну так или иначе да пошли по партии значит я быстро слушай волоте что-то меня вдруг такой вопрос возникает и потом свиши обсуждал что они как бы планировали что они ждали от тебя нет нет мы не обсуждали я знаю что виши даже целую книга публиковали какую-то большую-большую статью секундантами они рассказывали я да я как-то еще не читал не вот честно ли не не знаю надо почитать не знаю да да дочитают не самому книгу он написал по моему да книгу он написал а вот о всех матчах которые он играл и там что-то такое было да ну хорошо решение это было да ну так или иначе значит в принципе ну то есть то что он да но я сыграл и каш получаю ладежи 8 ну и понятно какие у меня мысли и слова внутри после этого да когда я еще но хотя бы может слон д6 не получил ладежи 8 как я ожидал но и тут я конечно тяжело было играть после этого собираться просто все эти череды безумие безумие абсолютно безумные ситуации да но слона в 4 то я еще быстро сыграл хотя есть ход место на 4 есть вот а4 тоже кстати очень интересный тут на самом деле то есть по анализировать не часто хотя бы несколько часов много чего можно накапывать а 4 серьезных вот были компьютерной партии потом и тут и 5 например вот солнце 6 есть какой-то ход компьютере и 5 как-то играли здесь но очень сложная позиция не ну на доска объективного белых то не хуже никак точно другой стороны на обоюдоостро то есть как я уже говорил в примечание к предыдущей партии здесь конечно компьютерные анализ имеет большое значение да я сыграл слон f4 вместо а4 да но это все надо анализировать да слон f4 здесь слон d6 в этом вся идея слон g3 да то есть ну в виде это что я прикрыл короля с одной стороны здесь в принципе компьютер единственно что я там что-то вкратце вот успел подсмотреть на его на компьютере даже здесь принципе компьютер основной линии король е7 дает и кстати он тоже достаточно плохой может быть тоже уравнят не знаю то есть может целом ладья же 8 просто очень сильно я честно после партии не анализировал больше как-то не было в меня моральных душевных сил возвращаться к этой позиции гады но король е7 и здесь например такие варианты а4 видимо основной ход типовой ход он полезный слона защитно есть еще он например комбит до 4 место 4 место 4 таком беда 4 исход и здесь довольно длинный такой красивый вариант форсированный практически до 4 владея fd1 fd1 владя бедж 3 единственный ход строго владя беджи 4 владя беджи 2 шах король f1 владя h8 черная без ферзя атакует ферзя атакует ферзи 3 конь е5 очень очень строгий вариант владя беджи 6 я уже как-то отдавать приходится комбит d3 владя d7 шах король f8 владя d8 шах король g7 на тогда владя беджи 8 шах король беджи 8 сломит d3 и в принципе все бы ничего тут очень важный ход слоны в 3 очень важный потому что если владя беджи 4 король выйдет на едва и там пешки а и б побегут может быть опасно по-моему это именно точный ход был слон f3 чтобы не выпустить короля из коробки но может быть владея h2 тоже нормально не знаю но в общем короче говоря это равенство типа ничей компьютер ну а так на король е7 а4 на король е7 а4 и вот какая-то путь пунь е5 здесь какой-то ход комбит е5 сломит е5 было несколько компьютерных партий уже намного позже там через несколько лет после этого как-то они больше в ничью заканчивались не знаю что это значит боится сложно но в принципе король е7 вот ну и я еще что там вторая линия был ход f5 ну вот и это все что я знал идя на партию и после 5 я засел тут минут на 40 в этой позиции позиция безумно сложная конечно самое самое смешное я ну если это можно назвать смешным конечно то что на самом деле пози то что я сыграл следующие несколько ходов это вот в этом в этот за этот час анализа в попыхах который сделал ребята они мне именно так и и собери предлагали то есть ты мог сэкономить часов да есть я мог да я мог вместо час 30 которая потратить на следующие там 56 ходов это мог и сделать за минуту 30 потому что они мне скажешь в итоге решили что наверно так в этой партии по крайней мере на сыграть то есть это некий комплиментный потому что таки я нашел этих ходов за доску с другой стороны конечно это трагикомично довольно все но не но здесь позиция на самом деле в принципе а4 конечно главный ход это а4 конечно это очевидно да что но он вообще всегда как как мазда но опять даже проблема после а4 следует и в 4 конечно же это меня очень смущало во время партии слон h4 надо ходить и теперь ферзь c5 ну есть еще ход правда слон е7 он тоже не такой плохой но все-таки это это ухудшенная версия партии безусловно конечно же ферзь c5 меня очень смущал именно перед переход ферзя на h5 потому что выглядит это просто ужасающе за белых кажется темат просто поставим да и я каш очень много времени тратил считая здесь варианты на самом деле здесь похоже и потом опять же было несколько уже компьютерных партий похоже что главная линия следующая король h1 надо пойти но за доской это просто особенно против компьютерной подготовки это но на вид кажется что просто матч с получишь ферзь h5 вообще висит все по виду кажется да то есть теперь такой хладнокровный ход ладья fc1 сильнейший это что шутка ладья fc1 чтобы там слон c6 как-то закрыть да то есть потому что сломит f3 у меня есть ферзь бит f3 ладья на а8 висит да то есть потому что на ферзь это 4 ладья на а8 висит ладья fc1 ног и и теперь как-то уж не спрашивай меня почему ферзи 4 не проходит но почему-то ферзи 4 даже не знаю почему ну в общем включить на компьютер она расслабит этим шахер первый пять шаг да да потому что ферзь 5 линии ушел до 1 5 шаг я все шагами то точнее это просто монтаж ну соответственно значит на ладья fc1 ладья бюджет 2 но это как-то меня честно говоря чуть-чуть смущало фауния почти до ладья бюджет 2 конечно идея но танки грязи не боятся король бюджет 2 особенно если с компьютера посмотреть да теперь значит но ферзи 4 шаг как раз вроде бы пустое слон g3 слон g3 и все замечательно прошу черных тоже не так уж много ресурсов отогнуть на ладь и не но конечно ферзи 4 выкачет этаж 4 основной ход и тут такой вариант практически форсированный идет сломит до 7 шах надо бить король е7 потому что опять же на коробке нет на взятие ферба 5 шах и до король е7 но черных подгоняют там владе же 8 и так далее тут у белых какая-то серия единственных ходов шаг мат не получить значит это на король е7 слон g6 надо ходить ладья g8 шах теперь на король h1 ферзь h3 получаем мат и на ферзь f1 ферзь бьет f3 шах вот так вот как-то да поэтому надо ходить король f1 король f1 ферзь h3 шах король е1 слон b4 шах король d1 опять пошел d3 до d3 теперь такой тычок крайне неприятный ферзь уйти не может и замата на f1 надо бить на d3 сломбит c6 а ладья d8 ты не хочешь ну сначала сломбит c6 до ладья d6 надо бить ладья d8 и вот эта позиция ферзь d8 король d8 король е2 ферзь f5 ладья d1 шах король е7 вот до нее тоже ребята дошли по моему но но с компьютером но в ппх не устно то есть вроде бы здесь то белый без риска и даже они считают что белых лучше но потом правда были компьютерной партии парочка вроде они в ничью закончились но понятно что здесь бела не рискует но по ходу куча еще возможностей просто не было времени то есть я в любом случае как бы и не знала об этом но в любом случае они просто хотели мне предложить пойти по-другому потому что они не проверили не успели за час а если это дыра просто и получишь проигрыш да но очень короче говоря наверно это принципиальный вариант и может быть единственное где реально на на что-то белое претендовать могут но опять же да без компьютера вообще не первого же хода не знаю по сферси 5 начинаешь сам вариант и смотреть но что-то по сферси 5 желание пропадает играть потому что кажется что мат полу ну да в общем короче говоря да я сыграл после да вот здесь ну как-то желание совершенно нет идти на эту позицию особенно когда человек с компьютером я смотрел потому что ну страшно ужасно да то я сыграл владея fc1 после нет в 4 4 надо правильно сейчас он же 355 владеет рады я сыграл владеется один именно с идеей ну то есть ход полезно но не дать ферси 5 это по моему тогда была вторая линия компьютера но объективно здесь перевеса нет но потратил конечно кучу силы и энергии да на этот ход но значит быстро конечно же виши сыграл и в 4 словно с 4 слон есть ему такой очень сильный ход тоже очень непростой за доской по крайней мере удачи такой немножко странный слон отходит в принципе ничем не грозит не грозит взять на f3 на h4 нет угрозы просто как то меняет слона конь и 5 там все это не проходит по темпам но я еще засел тут конечно после слоне 7 сделала 4 тоже первая линия правильный ход а4 здесь почему-то я думаю ясно что виши был еще в анализе в своем в принципе здесь компьютер считать шефер д6 очень хороших ну как бы он считает что и так и так хорошо и слон а4 и ферз д6 но в принципе от д6 вообще он считает что нет проблем но она примерно равная в любом случае поэтому чуть-чуть лучше как бы ее оценивать после чем после того как как сыграл виши он взял наш 4 конь h4 король е7 он сыграл так возможно они не считали эту линию очень опасно из-за черных и но считали что и так и так нормально но действительно здесь компьютер около равенства оценивает но в принципе правда она внешне честно говоря выглядит очень ну как бы мне она нравится за белых мне кажется что король у черных очень очень опасны в центре белые так вроде все закрепили то есть я понимал что вряд ли она сильно лучше иначе на нее виши не пошел бы но мне казалось что так вполне нормальные дебютные исходы из учения того что что плохое настроение раздражение и и уже час 15 потрачено в этот момент все остальное в принципе позиция нормально да но опять же очень сложная позиция очень сложная и снова я тут начал время тратить ну переса здесь нет объективно на самом деле у черных полный порядок то есть например можно сыграть сломбит д7 король бит д7 ферзаж 5 но такое вот тактическая попытка решения как бы вроде меня-то как владяже 7 просто владяже 7 и как-то что-то оказывается что вроде на вид ну там конь f3 к такой на е5 но король центре довольно надежно все-таки стоит мат мат не поставишь а черное тоже слон очень сильный то есть он везде тут компьютер около равенства дает но такое равенство что стратегически белый быстро могут хуже получили у нас может быть сильнейший ход король f1 здесь ну так и вот вместо того как я сыграл король f1 нет не в этой позиции а вот вернемся назад да вот здесь король f1 ну такой как у нее ну понятно от ли ушел с линии же но какой-то вяленький немножко ход мне не нравилось это действительно правильно то компьютер тоже считает правило даже 5 то что начинает как-то водя переходить что водя переходит на д5 она очень хорошо переходит ладья же 5 конь f3 ладья д5 ну и снова тут было несколько компьютерных партий уже потом то есть ну это же они около равенства оценивает и кинчи там ну компьютером легко здесь не сидят человек то в игре здесь скорее ли выиграет или проиграется за оба цвета позиция безумно нестандартная и рваная но то есть объективно видимо поется около равенства так или иначе я как-то сделал ход ладья а3 кстати он тоже был в анализе ребят я помню что это меня еще больше всего так сказать добило после партии что так меня потом вечером сообщили что у нас это все стояло гордо да мы это успели посмотреть да за час за это да значит ладья а3 ну и там какой-то в этом смысл был я уже не помню какой ладью по 3 там что-то я хочу по ней в 5 киталку розы создать не помню в чем конкретно но осмысленный ход он тоже там в тройке лучше компьютера да но тут ладья c8 следует ход и может быть я я что-то чуть-чуть недооценил потому что может я ладья d1 хотел пойти здесь вот это но на ладья 3 где-то еще против f3 каких-то идей да да хотя ладья d1 и честно говоря мне казалось так на вид то опасно у черных позиций но первых там какие-то угрозы в так у него король вроде у меня король то лучше чем у черных но как-то здесь все по темпам срастается ферзь c5 очень важных очень светом ферзь ферзь переводится во первых где-то от коней в 5 защищается но и ферзя как-то поближе к центру и очень важный момент что на сломбит d7 теперь сломбит d7 там как-то на король d7 там какие-то проблемы на ладья d3 у ферзь d5 ферзь d5 очень важно промежуточный ход что его грозит мат на g2 а после f3 король д7 нет ладья d4 там ладья d3 за то что ферзь на d4 шахом забирает но и здесь с этим конем наш 4 совсем не хотелось играть да но компьютер тут как-то еще ничью белыми держ этой позиции но так или иначе это не то что мне хотелось поэтому я сыграл но может немножко странно но мне все это не очень уже нравилось честно говоря вся эта ситуация разумеется ладья c8 но я думаю где-то здесь вот как сыграл виша далее где-то здесь уже вишу тоже закончил анализ потому что действительно тут полиция нормальном черных компьютер оценка кравно да я все-таки побил на c8 владельцы 8 и ладья 1 это конечно странно но тем не менее все таки важная я убрал ладью с линии g и как-то поменял пару ладий то есть потенциала атаки нет и где-то у меня начинает пешка бежать то есть принципе мне позиция мне как бы не нравилось ничего в этот момент кроме позиции мне кажется позиция нормальная что я точно не хуже стою то есть но но времени все время таяла то есть там буквально было потрачено 15 может быть у меня уже так наверно часа полтора то где-то я уже приближался до контроль еще далеко еще играть и играть на голову да еще что-то позиция еще сложная очень то есть ферзь c5 c5 ну виши правильный ход но он логично очень да ферзя надо включать в игру и от коня в 5 шаг где-то защищаться до ферзь c5 ну здесь да дело в том что ну коня надо как-то подключать к игре с h4 то есть можно пойти конь f3 конечно это самое логичное сыграть конь f3 в этой позиции вернуть коня ну потому что все таки одна пара ладиса да мне сейчас вот там консолидироваться и начать пешку а двигать да все таки ну как бы центр центром но у меня пешка то бежит то есть так ученых какие-то опасности есть в этой позиции но не знакомь f3 мне ладежи 8 не нравилось да вот не вечная проблема с этой пешкой g2 то есть вот как бы вот эта атака постоянно ферзь h5 какие-то угрозы да поэтому я сделал ход ферзи 4 какой-то ферзи 4 вместо конь f3 ну во-первых он активно во вторых на самом деле больше профилактически от всяких там ладежи 8 от всей этой игры он уже 4 ну позиция около равенства по-прежнему на самом деле хотя как за доской трудно разобраться да не поймешь то есть тут уже лишь и думать начал он уже думал здесь он сыграл ферзь е5 компьютер считает что ферзь c2 тоже тоже нормальный ход тоже ничью дает но так это не очевидно да я не знаю наверно сербит f4 хочет просто взять на b2 ну там владея 1 конь f5 как-то так внешне очень опасно выглядит я не знаю что он хочет но он считает что тоже типа равенства дает ничья на ли какая-то там в итоге не знаю но ферзь е5 ход здраво человеческий до до е5 конь f3 конь f3 ферзавшись все логично в унифтри ферзавшись ну так она честно как пока сложно понять что происходит я имею в чью пользу честно не на вид вот кажется что у белых ну мне кажется что может быть и лучше может оказаться пешка что побежит пешка сейчас как побежит но как-то на все времени как-то везде к тактически есть идеи у черных не удается как-то вот консолидироваться бил и здесь опять же ничьи то есть у белых ну например такая слон беды 7 король беды 7 конь беды 4 можно сыграть так но и здесь в общем по-разному примерно какие-то равные позиции возникают ну скажем король е7 основной ход но это честно не особо на выигрыш игра потому что я как-то там убираю коня мне не удается его удержать на поле до 4 приходится пешку b2 я хожу скажем конь е2 до конь е2 но чтобы на 4 напасть ферзбит b2 владя d1 как-то вы и 5 вот как-то компьютер играет и у белых там всегда какие-то вечные шахи есть но большего нет ну как бы шахов много так немножко адресим на же 5 но но у меня плохой конь на едва и в принципе практически нет перспектив атаки то есть так или иначе компьютер здесь в итоге какой-то чудо 1 слайд или иначе ну да то есть но у меня фигура плохие то есть она не поставлю сразу мат непонятно с чего мне вообще лучше но амата нет но ничья правда есть ну как бы я вот еще несколько то есть просто и на игру ход я вот помню думал о нем конь е1 пройти вместо владеть конь е1 просто как-то закрепиться коня при случае на d3 но это так пассивно все таки да она тоже линия же все время очень короче говоря это около равенства тоже но в принципе он так я с компьютером даже современным продвинул немного подвигал ножка он так скорее от равно до равно плюс дает то есть скорее черные играют на что-то чем белый хотя на вид кажется что у белых но интересная позиция да я сыграл ладей е1 это ход нормальный очень очень важный ход до потому что он их тоже так все держится на темпах очень важно ход ладья c5 нашелся это очень важно чтобы по пятой линии ладья тоже активизируется там защищает поле е5 от каких-то потенциальных угроз просто активизируется как-то ладья до ладья c5 это ход хороший b4 я сыграл тоже нарастает нарастает напряжение то есть ему надо что-то с ладьей делать я честно как-то считал что наш 5 может быть хочет сыграть здесь потому что h5 форсирует переход в эншпиль h5 ферзь h4 надо играть ну и кстати наверное ближе к ничьей если хотел белых получше разменялись на h4 ладья d5 то есть у меня все-таки пешки опасно конь в 3 ну коня как-то я возвращаем по не в 3 но и скажем d3 вот там какой-то вариант компьютер пишет король f1 ну понятно что только белые могут выиграть здесь потому что ну черный центр двигается там как на ладья d1 хочу но но он там как-то компьютер там по своими компьютерными трюками ничью как-то здесь делать но в принципе разумное завершение партии конечно но неожиданно сыграл ладья c3 лишь и это висит очень хороший ход да я считал что это неудачный ход и и здесь вот но была ситуация я не помню точно сколько у меня было времени наверно минут 15 оставалось да и сколько ходов 28 ход 28 ну и камера да да и в принципе хочется как-то под разгрузить позицию тем более что я особо то есть компьютер считает что здесь надо играть сломбит d7 но это в отскок это в глухой глухой отскок игра сломбит d7 коробит d7 ладья d1 как-то так ну да и ну я наверняка это видел не помню уж точно тут черный здесь по-разному отрывать ладья c4 исход но самый простой сломбит f3 попить доводятся 4 тоже есть сломбит f3 gfd3 ну за счет того что у него центр хорошая ферзь немножко в ауте то есть b5 как-то белые пытаются пешками отлично с ученым получше только черные играть на выигрыш здесь потому что они всегда там одно из пешек заберут всегда могут ферзей поменять то есть пешка на d3 сильно но похоже что ничью белый держит здесь без больших проблем в принципе это ничья но так с позиции слабости но я же но вот здесь случилось да вот это вот что-то похожее на если помните на эту партию быстрые шахматы которые я играл свиши то есть ну тут как бы вот это все наложилось до наложить эти отрицательные эмоции наверное это то что я устал там я час сорок сидел варианты считал то что раздражение то что я понимаю что как-то не совсем все так идет как хотелось и в матче и в этой партии и и просто вот как вот совершил зевок ну да ну что тут можно сказать опять же было больше времени конечно я бы пять раз перепроверил и и наверняка бы заметил эту тактику но времени мало и я решил что то есть я начал высчитывать вариант комби d4 я издалека считал что молодец 3 комби d4 и тут идет форсированная игра я вот я вот потратил еще несколько минут там пока уже дошел до времени когда минут 10 остался надо просто ход делать так как вы доводят д1 конь значит но теперь там есть какой-то ход ферзи 4 но вроде там лучше у белых ну кони в 6 надо ходить до владимир до 4 комби g4 владя до 7 шах король f6 но я еще королев 8 считал вариант тоже это еще отдельная история ладебет b7 да то есть вариант форсированная ладебет c1 шах слон f1 ну я вот здесь считал я как бы считал что он идет на эту позицию скорее всего это ничья е5 да еще черно ходите 5 здесь в этой позиции и хотят е4 е3 пробежать то есть пока я там пешки я вот ее считал ну скажем вариант ладебе 6 шах вот такой компьютер действительно считает что здесь все-таки ничья хотя белая чуть-чуть еще давит владя b6 шах король е7 я помню ты сидел в попыхах времени мало высчитывал эту поезд потому что все-таки ученых контр игра сильная до владя b5 как-то какой-то ход ладебы 5 да то есть я хочу где-то и ладится 5 и где-то на и 4 чтобы иметь h3 там ладе и 5 шах как-то ночью владя b5 вот такой вариант король d6 то есть да и читал ну опять же грозит и 4 е3 все время да ну вроде вот и здесь получается же 3 какой-то ход то есть а к тому что я увлекся расчетами этих вариантов же 3 е4 это же е3 то есть он там у меня связка да какая-то ну и вроде здесь как-то король же 2 надо ходить его любви еф посетка не треша как-то опять неожиданно я успеваю пешку атом куда-то начать двигать и водя один теперь сильнейший ход и в итоге он пишет что чуть-чуть лучше у белых но ничья эта позиция ну то есть видим хоть ничейного день и но я к чему я к тому что я увлекся вот расчетом этих вариантов всех но когда вот перед ходом комби d4 да но я посчитал смотрю ничем не рискую в принципе но видимо ничья видимо на это лишь и идет потому что я думал что он сыграет h5 но раз он пошел в одессе треду что он имеет то наверное это ну и конечно когда сыграл удивить принципе элементарная тактика просто проблема в чем что я это я мотива этого мира никогда не видел раньше для том что эта тактика обычно тактические удары ты как бы вот ну ты мотивы все знают тактических ударов и ты его просто автоматом до замечаешь какую-то мотив который ты когда-либо видел вот именно этого мотива не видел никогда поэтому виде вот я и прошел мимо этой в общем-то элементарной тактики ну а паще а потом уже после комби d4 уже поздно было мы получил конечно красиво изящно но но элементарно конь е3 и все просто сдаться сдался просто просто проходит ферзь то есть фе фе и нет защиты от е2 к сожалению меня ладья заперта своими же пешками не будь пешки на b4 там ладья b2 был бы ход молодья за свои пешки просто вот так так зевнуть что сдаться сразу вот вообще даже даже нет даже до контроля не дотянуть партию да то есть и ну конечно зевок ну да ничего не то есть странная партия вот вот тут что можно сказать это какое-то стечение обстоятельств какая-то ну что-то совершенно невероятное да вот такое стечение всех обстоятельств то есть опять же но если бы я бы хотя бы перед партией пять минут по миске но я бы в это в этой позиции перед коми d4 наверно я до него сам дошел бы только у меня был бы час времени они они 15 минут и уж там конечно я бы не торопился спокойно бы высчитал я думаю что увидел какой не тринит нет нет ни беном не тонн а вот тут спрашивают люди я тоже самое хотел спросить а ты как конь е3 ты когда заметил не помнишь не ну конечно быстро конечно уже быстро когда ну понятно да так всегда бывает что ты ты быстро замечаешь но уже поздно надо 4 уже побил а тут уже все форсаж абсолютно ну добить здесь были без фигуры оставаться здесь ну да тут тоже но без фигуры иначе просто без фигуры до сдаться сразу не он поскольку до 4 все без фигуры иначе до форсированная линия свернуть некуда и очень красиво я даже не могу там что-то что-то там отделаться чем-то я потеряю вообще все просто да то есть там h3 взял на фейд взял на это взял на же два все забирали ты сразу сдался до слоев не ладеев один но и они фурина выводит то есть просто вообще вот вот так земнуть что что просто ничего уже не сохранить да и вот как бы так завершилась эта партия конечно не ну понятно что я виноват что это все другой станут один зеволку так-то я нормально играл партию это нормально в принципе да по тем обстоятельствам по всем но от земнул такой довольно завуалированную тактику она конечно завуалирована достаточно то что она как-то нашлась в этой позиции тоже да такая нестандартная немножко тактика но так или иначе вина моя то есть ничего не сказать что земнул ну вот вот такая вот партия после волосе за не пожалуйста ей а вот да а вот но ведь если ты идешь если виши идет на это конь d4 после ладья c3 очевидно что он идет то здесь если не конь и 3 ну вот то что я говорил что и 5 до есть хоть и 5 из королем на f8 тоже можно и 5 я считал что на и 5 но там похоже действительно ничья я считал что он просто идет на форсированный вариант он высчитал до ничьей и а там сайт правда ничья ну чуть он не ес уж он в позиции слабости не конечно если бы не это если она была иначе выиграна я бы трижды бы конечно бы перестраховался потому что так ну я совершенно не зеваю а на самом деле ну то есть эшпиль после h5 после b4 меня выбор это большого нет то есть или идти в эшпиль после h5 который чуть хуже и достаточно игровой или вот ладья c3 вот этот длинную линию я считал что он просто высчитал до ничьей ну и как бы у меня тоже ничего лучшего нет то есть все очень логично естественно выглядело поэтому это меня не насторожило не насторожило меня это то есть нормально он не хочет играть чуть худше не хочет длинно форсированным вариантом сделать ничью все логично все правильно отлично сыграли пошли отдыхать но как бы коня то я и не приметил до перефразируя и стола ты пришел давно лучше ну я пришел ну конечно чтобы с такой партии может может быть понятно я я просто как-то заперся сам там я даже не не хотел никого видеть в общем-то и это в номер уже номер к сожалению еще ко всему прочему не следующая же партия на следующий день хоть бы выходной бы дали хоть бы чуть-чуть себя прийти до нас решили партия черными до после это но и так честно ситуация стала практически безнадежной да то есть две белые проиграл там из пяти но хотя на одну белую меньше еще и как бы уже почти пол матча сыграно ну то есть 20 кажется всем критическим плюс еще это добавило все то что происходило в этот день да как абсурдность всей этой ситуации но так иначе что делать надо там что но я что вышел на следующую партию спал я я на часа 45 наверно не очень много стояния было неважно не а вышел мы будем играть что делать да не слышно как раз получил да и вот как как на зло получил самый не самый неприятный дебют на исход был из всех моих черных партий именно в этой в которой я был пожалуй в самом худшем состоянии до ближе сыграл ферзи 2 я сам много играл этот вариант белыми черными то есть да ну конечно вариант крепкий серьезный почему-то решил в этом матче д5 играть дать ферзи я не знаю почему ну ладно я играл и д5 и рокировка вообще очень много обоими цветами играл но главное что мы с питером лека это готовили еще до матча чем может даже за белых мы смотрели это все и вот так как сыграл меньше тогда это была новинка он сыграл как-то в коне в 3 до ферзи в 5 да кажется да это был такой модный вариант и я с каспаром так играл не раз причем да и вот то тогда какая-то свежая была идея вот как было сыграно здесь first b3 да вот раньше считалось что c5 уравнят а потом казалось что на c5 какие-то были свои проблемки а3 как-то там что-то там и поэтому начали конь c6 играть и вот теперь он применил новинку h3 не слон d2 но не слон d2 сначала да смотрю рокировки в этой поэты вот h3 новинка была да но я ее анализировал я ее я до нее тоже дошел потому что была первая линия компьютера так что она меня не застала врасплох меня застала врасплох то что я был в каком-то ну состоянии то есть у меня все кашек это было в голове то есть и я потом посмотрел анализы у меня нет почему-то не мы вроде анализировали вместе нет куда четкой оценки как здесь черными я собираюсь играть и у меня записано там например опять ход который после этого как бы основной теоретически стало опять же 4-6 очень сложная такая нестандартная позиция я обращу внимание что выше постоянно получается удается практически каждой партии из почти любого дебюта получить такую какую-то рваную странную игру да как-то же 4 вдруг уже и защите немцовича в крепком варианте ферзь c2 там все равно какая-то очень нестандартная позиция рождя тут конец и ты ли что перед не кое-что комби до 4 комби до 4 но на так не успеваю вам какая ну но как бы нестандартно полиции до сих пор еще там ведутся споры есть что-то у белых здесь или нет и я помню что я по-моему я просто перепутал что мне кажется что мы в итоге не не поняли все таки вот эту позицию что происходит за белых мне не очень это хотелось играть за черных я не ожидал что виши будет играть до 4 в принципе поэтому в итоге мы мы как-то вот наметили что есть что сломбит есть ход b6 но в итоге уж он довольно сомнительный который я сделал а вообще-то собирались бить на цвет ли здесь по моему все-таки форме c3 сломбит c3 и теперь бы 6 это немножко либо 6 пришли сломба 7 просто идея в чем что на же 4 теперь ферзи 4 исход то есть чтобы поле и 4 получить и ферзя не ферзь е4 да но можно ферзь d5 тоже на 3 4 да и как-то там в этой позиции белый играет е3 сломбит 7 слон е2 там позиционная какая-то игра черная нет место же 4 уже вместо 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 же 4 да вместо же 4 то есть в итоге как-то вот и 3 сломба 7 слон е2 черный там что-то пытается c5 провести может быть чуть-чуть поприятнее белых ничего особенного так как-то да где-то там наверно пони и 7 5 5 что-то такое да и но я видимо что-то спутал я я сыграл сразу b6 ну правда мы его тоже смотрели на помощь откидь собирались бить на короче игра вот такая каша в голове да и плюс еще он сыграл новую линию я точно не помнил ничего но обидно то что я хоть это все смотрел не то что у меня расплог застал но тут и получил попал под такой пресс да довольно прямая игра g4 ферзь а5 ладятся один очень хороший ход ну потому что хочет чтобы а3 там на пассиву ладью вести садим и в общем то выбор это большого черных нет сломбы 7 до а3 кстати еще компьютер какой-то ход ладежи один говорит что интересно но это уже перебор как-то уже очень сложно ладежа а3 тут как ни крути довольно форсированно чтобы я ферзи приходится менять ферзей черным побил на c3 ферзь d5 ферзь bd5 до комбит d5 но иначе просто неприятная позиция ну и как-то слон d2 да ну в общем то не очень приятная позиция с точки зрения того что ты стоишь минус 2 в матче как бы белый два слона еще пишется 5 надо провести если белые успеют развиться у них просто лучше поэтому ученые в общем не уравняли конечно ничего страшного но полностью не уравняли и в без малейших вообще шансов на выигрыш то есть ну правда я так сильно не беспокоился здесь но тем не менее все таки коня 6 я сыграл вроде бы это логично когда я нападаю на до 4 не даю развиться сразу же 2 белом приходится тратить время на какой-то ход ладья g1 чтобы уж на слон g2 следует комбит d4 но с другой стороны да конечно у меня преимущество развития но мне надо как-то что-то с это давлением по линии c что-то делать поэтому видимо ладья c8 это логично то что сыграно и чтобы можно было убирать коня слон g2 белый тоже развивается конь е7 но уже грозит конь е5 где-то там на это связки до кони е7 это все логично и слон b4 до слон b4 но и вот тут как бы я уже там какой-то не знаю третий может час игры пошел уже в этот момент и вот я помню сижу как-то вот вот не понимаю что мне делать то есть или то есть я не до конца не уравняю то есть у меня есть например ход там кони ты крепкий ход но нигде нет четко рай было бы честно говоря было четко ранее тащи владеев и 8 владеев и 8 честно было бы четкое равенство но я бы сделал бы уж ничего и пошел бы отдыхать потому что носа он на чем тут но когда его нигде четкого нет чем учиться на скажем владеев и 8 и например вот ну мне наверно не нравится просто убить и 7 размен так владеев и 7 конь е5 да и вот как-то ну допустим сломби g2 там допустим владеев g2 c5 ну как-то надо коня сейчас нельзя пускать c5 но и белый бьют dc там скажем и на bc ладжи 3 просто переводят ладью по 3 лени ну да пешка слабенькая на c5 король ближе к центру белых ну наверно черная аккуратной защитой ходов 40 еще помочиваются ничего сделают но но когда ты стоишь и так минус 2 настроение плохое как-то не хочется на это идти поэтому я сыграл c5 ну c5 наверное правильный объективно ход c5 dc и вот здесь да здесь очередной из моих таких ошибочных решений причем ну как бы я довольно четко осознавал ситуацию здесь что в принципе что надо я досчитал вот этого я точно гарантия досчитал до конца его и в принципе вроде бы держится позиция но bc конечно бц был принципиальный ход здесь до bc но если белая то не берут на c5 то ничего особенно не сломит c5 принципиальный ход и вот здесь ну как бы довольно прямой вариант конь е4 конь е4 за счет связки по линии c b4 надо играть иначе там черная бурная активность развивает до комбия c5 bc но эту пешку то не просто отыграть то есть нам на пошли наладя ну принципе черным только отыграть эту пешку все никаких проблем но не удается уж наладятся всем например если водится 7-то ход кони и 5 следует и там после слон же 2 ладья же 2 но есть там размер короче какой-нибудь вон случай на d3 просто защищает пешку я просто без пешки да то есть но шансы на ничью есть конечно но без пешки соответственно до конь d3 поэтому мне надо играть сломит f3 на на bc до ответ на bc бить на f3 да вот здесь bc сломит f3 очень прямая линия сломит f3 ладья c7 пешку я все-таки отыгрываю здесь таким образом но полного равенства все-таки нет все-таки мучения здесь скажем король d2 вот такая позиция до нее дошел я точно про 0 ладья c2 сначала не на спай ладья c8 скажу ладья c8 ладья c2 пешку я все-таки успеваю отыграть но ладья c5 разменялся на c5 и ладья b1 ладьяк вот на бассейн заходит за счет к сожалению этого темпа что ума и скажем король f8 ну и вот такая позиция на ладья b7 может еще и конь c8 приходится ходить какой-то ничья все-таки объектив еще с ничью бороться надо то есть держится наверно ничья пушит пешку не забирает я так закрепился но словом в открытой позиции получше коня король у него ближе к центру ладья активнее ну в общем мучиться но наверное сделают ничью все-таки там от компьютер по оценивать типа 0405 за белых ну то есть в пределах ничей конечно но в нормальной ситуации я пока что спокойно бы так и сыграл бы и держал бы позицию но тут я помню меня что-то перестил смотрю можно пешку пожертвовать конечно сомнительно я понимаю но но хоть но вдруг там что то там какие-то запрыгать могут запрыгнуть кони запрыгать на dc и какая-то чуть-чуть нестандартная ситуация но и плюс еще и и в принципе так то счет был матча не блестящий а я имею ввиду мой расчет вариантов но а еще и в добавок и в этой партии когда после такой пробоины и плохого сна то есть ну как-то я так махнул рукой ладно пожертвую пешку как-то у меня там какая-то инициатива есть вроде бы но здесь но она сожжение достаточно и пришли на блестящий отыграл поймал кураж не колоссальной точной точностью подждите это какая-то игра то есть здесь но просто совершенно блестяще провел вообще всю эту партию и и вот и этот отрезок с этого момента особенно . не 5 сыграл моя идея была чем кони 5 надо до разменялся владеет g2 bc так вообще кажется что должна быть компенсации до какая-то запешка но опять же вот в этих несбалансированных позициях король какой-то в центре ладе немножко какие-то странные убил и но я вам намного но точнее или считает или просто чувствует вот где есть компенсация где нет вот здесь он и или или пересчитал или просто почувствовал правильно что недостаточно потому что вариант очень прямой владеет c5 и вот как бы я до этой позиции дошел кони 4 до очень важных вот конечно не 4 белом приходится меняться на c8 и грозит мат на c1 поэтому ходить конь d3 да и конь d5 до конь d3 конь d5 и вот где-то здесь я но тут еще маленькая ловушка ну конечно не для матч наперестами но все равно просто показать что пряжа есть в 3 или здесь пойти пытаться но в этой бои снах и d5 то на f3 коня в 4 удар такой есть он просто даже выигрывает то есть грозит коня в 4 на самом на этом марта коми то 4 ладится один мат да она отход ладьи некуда отходить ладьи ну скажем да ну так ладья наши дворец и а если ладья ушла ну скажем наш не ну тут наверно h2 правда еще может таки они попали на комбит d3 да неправильно выигрываю конь d3 е.д. ладятся один шар руль е2 ладятся два шах и забрал наш 2 нет это конечно не то что я на это рачивно но и потому что это кооператив конечно но и потому что если нет хода f3 то у меня вот есть время после конь d5 в этой позиции и я посчитал что ну пешка пешкой но все-таки в непонятно как ему ладью вести в игру пока а у меня линия c как бы я считал что за счет активности я все-таки успею сделать ничью но очень очень точно я конечно недооценил ход который сделал здесь анан потому что я рассчитывал на ход король d1 1 пока f3 не грозит и вот этого диана же 2 то есть у белых сильно дисгармония фигуры я просто хотел пойти f6 потом е5 короля подвести мне казалось что должна быть достаточно для нищей компенсации потому что все-таки дисгармония тот ладья на же 2 непрекаянно но пропустил и кстати интересная вот ради интереса перед эфиром поставил эти вот эту партию на 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 мощные движки современные и на старые ну кстати старые действительно пишут там 0403 белым дают как бы небольшой перевес новые вот очень мощные движки единицу то есть они уже понимают что компенсация недостаточно то есть а вот те движки еще хотя не тоже были все-таки они еще считают что почти почти я тоже считал что может не совсем достаточно но вот как бы при случае может оказаться что все срастется и просто ничья а даже если где-то заиграется вдруг там кони запрыгивать но очень точными ходами абсолютно компьютерными то есть вижу совершенно блестяще по партию играл не и не не срастается вот просто по темпам все варианты не срастаются он сыграл слон d2 я это пропустил кэш потому что мне казалось что ну как ладью на c2 давать заводить а ладья c2 слон c1 но это такой абсолютно компьютерный такой маневр кажется ну как ладью дал завести какой-то слон на c1 ушел а использовать не могу это то есть не могу никак использовать потому что он хочет пойти король d1 и ничего не успевает но наверное здесь надо было мне сыграть я как-то сыграл уже тут цитнот начал попадать потому что я вижу что но сейчас он выйдет пешки не будет а не вижу вроде у меня темпов много у счет много ходов то до выхода но я не вижу как как я могу эти темпы использовать наверное надо было здесь мне сыграть все-таки конь c5 хотя это конечно уже ну просто хуже но хотя бы здесь шансы на ничью были повыше за счет тактики но это я конечно видел что на король d1 на короле д3 то есть ну на троги c2 вилка дак у нее один кубик g2 конечно но после е.д. е.д. коми д3 е.д. нет города один до конь d3 е.д. приходится ладью и отходить на c8 скажем там куда-то на c7 на c8 у меня не могу сохранить на вторую линию ладью f3 подключается ладья там ладья c2 ну и но с другой стороны у меня вот этот сильный конь на d5 за счет него у меня есть шансы на ничью все-таки ну пешки пешки нет боится неприятное крайне но все-таки шансами на ничью но как бы до гарантии мягко говоря нет никаких что сделаешь не чуть здесь все-таки без пешки последний шанс рванул туда ну как бы я уже так всю партию играл да то есть я в принципе тоже еще не совсем очевидно то есть я сыграл f5 с идеей чтобы ну f3 е4 не было ресурсов f5 король d1 и снова тут пропустил очень сильный ход клади c8 до f3 конь d6 то есть у меня была такая идея и как-то здесь еще я же от е4 защитился и все-таки белых пока это дисгармония какая-то сохраняется на е3 по моему как-то конь c4 я хочу запрыгнуть на пасть что-то я не помню что или я на и 3 может быть как-то что это хотел на и 3 что-то на и 3 счет я помню но это потом вот следующий ход потрясающий просто какой-то такой да да тоже на блестящий да я его кашу пропустил на дам калю на форме жизни был да 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 близки король е1 просто я делюсь в луку да вот просто блестящий да да но я его как он только что на d1 вроде хорошо стояла d1 он только что он пришел на d1 и потом он и куда-то идет на еда потому что вот е3 вот ну не помню честно говоря надо надо будет подумать вспомнить что-то на е3 но что-то было не совсем так с ходом е3 были какие-то проблемы может конь c4 к это там тактика честно наверно конь c4 была какая-то проблема типа может быть с идеей но давай попробуем конь c4 я думаю с идеей на ладей е2 что логично да может какой-то ладья d8 вот за счет какой-то тактики за счет то что висит все время что-то может по или я уже владеев 8 по линии в как ночь им там все было не так однозначно далеко не так это значит может как-то так да и может ли это не до 8 на король c2 обратно на c8 до после е3 но блестящий шинах вот король е1 но он настолько странный до король е1 настолько странно а смысл то что теперь он уже хочет пойти е3 он уже теперь именно хочет е3 и и после е3 на конь c4 ладей е2 а почему-то при карлина d1 это не так хорошо и оказывается что у меня этот темп я не особо не могу его использовать а на ход ладья c2 который наверное все-таки надо было сделать у меня ладья кота впустую до в пустоту бьет и он теперь уже как-то короля переводит на f2 скажем gf-ef король f2 да может gf-ef побить король f2 король f7 ладья g1 король f7 у меня не особо давали же потихонечку переводит ладью на d1 и потихоньку выкуривает что называется мой ладью с c2 ну и просто без пешки ладью на d1 поставит тяжелый эншпиль без пешки ну видимо это все-таки надо было сделать но я уже как бы начал попадать цвет нот и объективно сложно играть непонятно как бы делать в этой позиции хуже везде надо выбирать где 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 хуже где совсем плохо где не совсем плохо но пешки уже нет я сыграл опять пока как-то пешку попробую на 4 поставить и вот е3 до е3 е3 теперь он скажем на 4 ладей 2 хочет пойти да вот уже вот это конца 4 ладей 2 уже не проходит она 4 ладей 2 и готовит е4 и как-то несмотря на внешнюю активность у него словно c1 не очень ну как-то кажется совсем никакой комитет про совсем никакой вообще просто без пешки черная и ну и тут я уже куда-то понесся уже такую уже под цвет но в контратаку е5 даже е4 но на активность просто эффект умели 4 что просто конями вот да вот за счет коней может быть как-то еще дорого это борьбу завязать но он был у анан был точенка слон d2 здорово слон d2 на ладе c2 да я думал подяться в вопрос да на слон до ладе c2 ладей 2 ничего не получается и просто висит пешка соответственно я сыграл а4 ну уже очень сильный был цвет но здесь у меня по-моему кони в 2 такой завершающий штрих такой еще кони в 2 выбивает коня моего и ну все принципе партия закончилась двух двух пешек нет в лучшем случае без пешки останусь на все безнадежной позиции конь d6 е4 не ладе c4 он еще какой-то сделал очень точный ход напал на дна полна да напал и ладья включается но здесь уже цепь нотная какая-то огонь я пошла конь c4 е4 конь f6 меня ладжи 3 а правильно ладжи 3 ладжи 3 конь б2 играл типа да но уже е5 да и дело в том что на ладе е8 мало то уж пешки нет еще и да если не конь d5 ладей е8 сыграет еще и 6 и слон c3 еще и там все теряю то есть меня как бы из из серии нет пешки зато позиция хуже поэтому я сыграл конь d5 ну а тут все равно плохая он еще и добил уже очень-очень жестко по темпу мы в 6 потому что на же 6 кони да ну же 6 конечно как тогда еще чтобы как-то держаться на коне 4 я не успеваю по темпу не 4 что на и 6 пешка висит а так он просто грозит е6 но все тут конец просто вообще я плюс 5 позиции ну я просто цель чтобы опять же я я этим как бы часто занимался в этом матче это дожить до контроля позиция конечно безнадежно совершенно ну так я какие-то ходы сделал так цепь ноте не 4 король это пошел там побежал что такое 4 как угодно выигрывали но нашел один здесь и да но он один из путей на шок вы решилих тут 10 до уже короче 8 да но тут как угодно там выиграл по темпу просто это он посчитать и не такой высчитывал до шах и как-то там да еще ладец и 3 добавок еще но и без этого каши но это заканчивается всем партию ну и в общем да ну я там что-то взял шар да в общем понятно ну что могу рассказать но но блестящий что на партию как бы ничего не скажешь он просто провел гениальную по но видимо анант еще знаешь мне кажется вот анант после побед еще у него такой идет этот он вот если проиграл еще как начинает там сушить то все а он если выиграл 2 выиграл у него накат пошел такой ты эмоционально он видит что у тебя проблемы это все ну и просто просто еще конечно немножко не повезло в том что но опять же не повезло но скажем так такие были обстоятельства что не было времени дня отдыха не сумел полностью прийти в себя и вот вот эти опять же вот эти немножко такие решения эмоциональные да то есть но все-таки надо было уж на этот вариант пойти отыграть там эту пешку там нацепить ну и чуть-чуть помучиться и все-таки надо сделать ничью аккуратно но вряд ли бы это уже что-то изменило в матче честно с таким счетом но да то есть я пошел правда надо сказать что она не она не выглядит такой ясно это позиция жертва пешки который я пошел но вот вся эта серия очень очень точных что на компьютерной точности ходов не нашлось бы одного может я бы соскочил и и в то сказал что правильно все сделал да но нашлось играл он блестяще но абсолютно рабочие поражение надо сказать что проиграл по делу в общем-то мог бы такую проиграть такому конечно шахматисту выдающим как она можно было проиграть в любой момент такую партию в любом турнире и в шикарной форме можно такую проиграть но скажем это было не вовремя если вовремя бывает поражение то это было совсем уже не вовремя ну и что получилось после этого наконец я выходной долгожданный получил немножко с опозданием но насчет минус 3 но счет матч матч по сути закончился да то есть матч по сути за понятно что 3 очка в 6 партиях отыграть но практически нереально практически ну какие-то минимальные шансы ездят у меня лишь как-то выиграть быстро партию и там что-то случайно как-то зацепиться но понятно что это мало реально тем более когда ты видишь как хорошо готов и это еще ладно но как блестяще играет она ну хорошо в тех партиях которые он выиграл в мир они не так много от него требовалось честно говоря но все равно все равно точно точно счет все было исполнено как бы шикарно ну а вот эту партию белым просто гениально сыграл абсолютно гениально провел то есть понятно что блестяще на форме и как 3 очка у такого выдающих хватисты в шикарной форме отыгрывать за 6 партий это совершенно непонятно да то есть поэтому в принципе я ну я как-то морально расслабился честно говоря практически ну скажем так все равно уже уже кошмар да то есть кошмар не даже не в плане поражает в том что я реально ну как бы разгромку это идет матч который ждали все и и участники и зрители такой там матч веком рассказать отчасти лучше игроки поколения друг другом играют да это и вот и по сути борьбы то не нету и как бы это конечно очень было неприятно организаторам тоже наверное хотелось чтобы был напряженный матч там равная борьба до конца зрителям все а так по сути все уже понятно и поэтому меня это даже больше смущало чем сам факт поражения в конце концов мышь профессионалы играем не первый год и бывали тяжелые турниры тяжелое поражение ничего страшного да все это и это пройдет как там да царь соломон но но это вся эта обстановка мне еще играть кучу партий и и я в общем как-то знаешь не знаю как на сцену выходе так условно говоря даже как ты садиться и с умным видом на пресс-конференциях делать вид что ты борешься за переста мира когда ты уже по сути минус три стоишь но вот это немножко давлел а так я решил в принципе играть партиям я почти перестал готовиться то есть тренера ну как бы не они продолжали работать у меня в принципе претензий то нет никаких не потому что просто вся обстановка вот как мы видим она была я я был что называется как там ауру плохую нес до видимо и вот все все развалились все рассыпались да и в и в плане и в плане работы дебютно и в плане как бы моральных каких-то я не думаю но то есть просто настроение настроение уже депрессии были до всех депрессии вот там да ну могли там не знаю позвонить машина у меня до перед партией но вот как бы не хватало вот это кто-то драйва да все все рассыпались да не как бы психологические пошаг и поэтому я в этой ситуации то есть я заходил конечно ну какие-то давал задания честно говоря могу сейчас раз не в обиду ребятам абсолютно пусть сказано но я я я уже готовился сам вот эти 6 марте то есть я какую-то работу давал такую второстепенную ну так чтобы что-то проверить но честно говоря не рассчитывал уже на то есть я как бы решил сам уже готовить потому что ну я понял все равно я не готов я просто трачу время некоторое да на подготовку там проверяя их анализе в итоге все равно что-то другое на доске все равно я получаю первым какую-то новинку обычно и итоге зачем это все в принципе но с другой стороны как бы ребята ну работает и мне даже мне неудобно перед ними там не давать им работу да то есть не что-то они делали я что-то конечно же при подготовке имел ввиду но в целом стал уже один в основном готовится и просто расслабился решил что буду играть шахматы просто буду играть то есть и там пусть что попробую побороться то есть как бы я уже терять уже ничего но проиграй минус 4 лечу ну какая раз все равно уже уже все пропало шеф да то есть поэтому соответственно просто хотел нормальной шахматы наконец попробовать поиграть на маме шахматы попробовать хоть удовольствие получить от игры как то есть вот вот все вот я начал играть тренировочный матч с Вишанандом с этого момента, и немножко как бы лучше стало получаться, между прочим, надо сказать, но и подрасслабился, да, то есть, конечно, вот был выходной, негатив был очень большой, я имею в виду внутреннюю, как-то за выходной я пошел гулять там где-то один, в принципе, я, надо сказать, вторую половину матча практически один провел, редко заходя, изредка заходя там к ребятам, где там полчасика, там где-то раз в день, может быть, а так я в основном ходил один гулять, один там что-то занимался, книжки читал, в общем, как бы все, перешел в такой ретрит, ушел в ретрит во время матча на первенство мира. Ну и да, то есть, мы можем, в принципе, разобрать еще седьмую партию. Давай седьмую еще посмотрим, да. Нет, ну давай седьмую закончим, а потом уже. Да, после выходного, значит, идея какая, что мы же шесть партий, шесть партий, как будто два раза пошли спасти, поэтому вот в таких матчах, то же самое было с Топаловым, ты не меняешь цвет между шестой и седьмой. Ну да, полмача прошло. Да, полмача прошло, и то есть он снова играл белыми, снова играл белыми. Извините, Володь, я объясню, это сделано, чтобы не было первой и последней партии одним цветом, то есть меняется цвет, и по сути тот, кто играл белыми первыми играет последнюю черными. Правильно я говорю, нет? Я думаю, как-то так. Я не знаю, в чем особо смысл этого. В этом смысл, да, в этом смысл. То есть ты начинаешь и заканчиваешь матч, получается, ну, одним цветом. А, нет. Одним цветом начинаешь? Нет, 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 что-то я путаю. Смысл мне сложно. Какой-то, наверное, есть, какой-то, наверное, есть, но так или иначе это, да, приводит к тому, что две подряд черными играешь, а в моем матче с Топаловым это получилось и три подряд, потому что я же на пятую не вышел. Не вышел. То есть я сыграл, по-моему, если я не ошибаюсь, три подряд черные в том матче. Я вообще умудрился, я вообще как-то умудрился сыграть четыре матча на три этапа мира, все-таки там четное количество партий, да, матч на три этапа мира, я как-то умудрился сыграть на две партии больше черными в этих четырех матчах. Ну, потому что с Каспаром ты не сыграл последнюю белыми? Да, с Каспаром я не сыграл. Нет, нет, я сыграл на три больше черными, Потому что я с Каспаром не сыграл последнюю белыми, с Анандом не сыграл последнюю белыми. И с Топалом не вышел белыми. И с Топалом не вышел белыми. Соответственно, я умудрился на три больше черных сыграть за четыре матча. Это, надо сказать, достижение в турнире с четным количеством партий. Но так или иначе... И, кстати, у меня в итоге 50% по итогу четырех матчей на Пьене-Стомире. В итоге ровно 50% набрал. 50%? Ну, это ладно. Да, ну плюс два с Каспаром, минус два. Ну, плюс один, можно сказать, если не считать того, что я не вышел с Топаловым, то плюс один. Ну, плюс один, да. В шахматной борьбе плюс один. В шахматной борьбе, да. То есть плюс два с Каспаром, плюс один с Топаловым, 50% с Лекой, минус два с Анандом. Но так иначе, да. Ну, в общем, черными... Ну, я уже не помню даже какой-то особой причины. Не то, чтобы меня сильно смущал Немцович с Ферца-2. Просто решил, ну, сыграет там славянскую. Я говорю, что я почти перестал готовиться к этому моменту. А славянская у меня все-таки была относительно готова к матчу еще с Топаловым. Я просто какие-то свои записи повторил. Ну, и решил сыграю. И, в общем... Ну, хоть захочет делать ничью, сделает ничью, куда я денусь все равно. Ну, а захочет играть, ну, будем там бороться. Ладно, там что-то. Я сыграл с ДЦ. Я причем подозреваю, что просто мне в этот выходной день просто особо не хотелось заниматься шахматы. Я особо даже просто не то, чтобы я готовился, просто повторил записи и сыграл. И все. И будь что будет. Ну, вот А4, слон Ф5, Е3 сыграл Анант. И, да, вот это все шло по моей партии с Топаловым в матче. С Эли в элисте, Е6. Взял на С4. Значит, вот вся эта теория. Мы ее можем пройти. Это все уже много раз было. Все-таки я к матчу с Топалом это серьезно готовил. Да, ферзь Е2 самый такой серьезный вариант. Рокировка, да? Нет, слон Ж6. Или слон Ж6, ну, Е4 рокировка, это перестановка ходу. Е4 рокировка, Е5. Да, или слон Д3, слон Д3, слон Х5, да, Е5. Да, 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 я помню это, да. Вот это вот моя партия тоже с Топалом. Меня вариант анализировал. Мне казалось, что он держится за черный, хотя какие-то небольшие были еще. вопросы. Ну, я не знал, какую линию сыграет Анан, поэтому решил просто повторить. Ферзь Е3, Ладей Е8. Значит, так у нас было СТопалом. Ну, от связки уйти белый конь Ж5 хотят сыграть. То есть белый уходит от связки, хотят они довольно неприятную угрозу конь Ж5 хода. Поэтому, как тут разные есть ходы у черных, есть ход Ферзь Е7, есть ход там С6, Ладей Е8. Ну, в итоге я вот Ладей Е8 предпочитал здесь ходить. И здесь Топалов в матче в Элисте со мной играл конь Ж5, вот в этой, как бы, незабываемой второй партии матча. Слон Ж6. Слон Ж6, да. И тут идея в чем, что, главная стратегическая идея, что на слон Би-Ж6, конечно, здесь уже АЖ бить страшно опасно, потому что по линии АЖ там можно со временем получить мат. А здесь Ф же бьет. И потом как-то там по линии С, там конь С8 защищает с этой стороны, а там где-то у черных внутригруппы пытается сдавать. Поэтому Топалов решил не брать на Ж6, он сыграл Ф4 со мной. Ф4, и вот там как-то я взял на Д3, пошел и в 5. Вот такая была заготовка тогда. И вроде там уравнял, хотя много чего происходило в этой партии, так скажем. Да, партия потрясающая, как раз Бореев недавно о ней делал обзор. Партия такая, партия Жизни. Партия Безумная, да. Но объективно мне казалось, что я уравнялся. Ну вот Анан сыграл конь Е1. Я считал его непринципиальным ходом, но оказалось, что он более опасный, чем... Ну не то, что сверхопасный, но все-таки имеет свои... Не такой беззубый, как мне казалось. Потому что я считал, что Слон Ж6. Ну да, он хочет пешку Ф начать движение. Слон Ж6, это типовой ход здесь. Взял теперь уже... Теперь в Ж конь Д3 уже не так удобно. Я могу теперь уже бить АЖ. Ну тут свой тон, потому что конь на Ж5 не попадает. Дело в том, что на конь Ф3 я там всегда могу с Луни Е7 пойти и не дать пойти конь Ж5, а это очень важно, чтобы конь не попал на Ж5. Ну и мне кажется, что нормальная черная позиция здесь. То есть у белых есть какие-то ресурсы игры на королевском фланге, но черная тоже там не лыком шита, где-то по линии цены что-то заходить. Ну он сыграл конь Д3 здесь. И вот мне казалось, что еще к матчу с Топалу у меня готовил, что Ферд Б6. Вот такой очень точный ход. Мне кажется, именно на Б6 почему-то. И что он уравнивает. Видимо, идея в том, чтобы на Б3 иметь ход Слон С3, чтобы пешка висела. Почему, например, не на А5, а на Б6? Чтобы на Б3 Слон С3, чтобы напасть на Б4. И Комбит Б4, Ферд Б4, Б3. Ну она все это быстро исполняла. Все это была подготовка. Ну я владея АЦ8. Где-то здесь я в своих анализах просто ставил равенство. Честно, она выглядит абсолютно черным ненаграмм не хуже. Ну как бы в этой структуре все-таки Слон не очень как бы хороший. Ну по классике чернопольный. А у меня слабостей нет. Структура нормальная, линия С. Я просто считал, что она безопасная. Но все не так-то просто. Да, оказалось. Слон А3. То есть это, к слову, конечно, блестящей подготовки Ананда и его команды. Потому что они везде находили какие-то нюансы. Но здесь похоже. Потом я вот, по крайней мере, у меня записано так. Мы потом решили, что Ферд Б5 все-таки надо ходить, наверное. Ферд Б3, как ни странно, немножко опасно. Ферд Б5, Слон Д6. Тут проблема в чем позиции? Что Слон сильный на Д6. У меня конь неудачный. То есть там, скажем, да. То есть как-то Слон доминирует над конем. И мне нужно... Хотя у него вроде ресурсов-то у белых немного. Но все-таки как-то Слон доминирующий. Ну и тут ладья С2. И вроде бы как-то я там по темпам, как мне тогда казалось, я сейчас не проверял после уже партии, что черный все-таки держит равенство. Ну я считал, что Ферд С3-то логично, как бы. А что, Ферзей поменять еще? Без Ферзей-то что вообще тут? Казалось бы, вообще ничья. Ничего-то неожиданно оказалось, что все непросто. Ладья АС1. Взял, взял. Ну, Ф6. Вроде логично. Слон Д6. Тоже логично. Ну, как-то я здесь еще был до... Ну, G5, да, тоже логично, чтобы не дать H4 там. Ну, как-то я здесь был довольно расслаблен, потому что, ну что, а что вообще? Ну, линия С, ничья, ни белых, ни черных. У меня нормальный конь, никаких слабостей у меня нет. Ну, вдруг как-то неожиданно начал понимать. Видимо, они все-таки эту позицию двигали, да, посерьезнее подвигали. И начал понимать, что все не так просто. Потому что у меня какой-то Цуксван какой-то, да, H3. Это важный ход, чтобы не дать. Там же G4. Я начал думать, а что мне делать черные в этой позиции? Это, как бы, я не могу коня вообще никуда пристроить. У меня нет полей у коня. Потому что на конь B8 он всегда возьмет на B8 и, ну, здесь еще пешка F6 висит. Ну, и как бы линию потерял. Залазит по линии С. Да, линию я не могу отдавать в АС7, да. Конь B6, он дальше никуда не идет. Б6, он полей не имеет, да. То есть там как-то на конь B6. Не, ну, во-первых, пока опять же висит на F6. То есть я должен в ЕДЕ. Ну, я просто, я условно показываю, да, поля. Да, на фене ДЕ, но там как-то все-таки какие-то Слон-Ц5. В общем, как-то там не удается мне раскрутиться. Так просто не удается. Может быть, опять как-то там, да, на конь B6. Наверное, опять, да, просто неприятно. В общем, как-то я вдруг начал смотреть. То есть непонятен план, с одной стороны, у белых. С другой стороны, у меня то, что делать. Ну, могу стоять как-то. Ну, пока короля на G6 перевел. Это логично. Король F7. Да, король F2 просто. Король G6, король Е2. И тут я начал все больше и больше времени тратить. Потому что вдруг как-то я... Я начал понимать, а как? Вроде, ну, он же просто хочет короля на D3 поставить и начать надвигать пешки. Там, B4, B5, A5. И в какой-то момент, у меня же совсем нет игры, в какой-то момент, там, не знаю, переходы в какие-то слом против коня, я просто могу проиграть. То есть, король близко находится. Ну, и у меня вообще игры нет. Я что, хоть ладьёй стой, да? Вроде позиция крепкая, но у меня какая-то лёгкая паника. Началась проигрывать очередную. Совсем не хотелось? Ну, конечно. Да, тем более так без зуба как-то сгнить в таком эншпиле. Да, совсем уже тоскливо было. Я как-то, в общем, я начал... Я вдруг понял, что мне надо какую-то контр-игру искать. Потому что просто стоять я могу не достоять, не отстоять здесь. Ничего. Да, то есть я начал искать, но, наверное, не точно чуть сыграл. И в ЕДЕ, да, в ЕДЕ, ну, в какой-то момент мне надо побить. И здесь похоже, что надо было всё-таки играть А5. Очень сложно было во время партии оценить, потому что я боялся. Я боялся ставить пешки на поля чёрного цвета. Король Д3. Да, король Д3. А с лунчей 7 мне нельзя пойти? Ну, я могу Б6 всегда пойти. Б6. То есть у меня идея опять Б6 поставить. Да, я всё равно Б6 в следующем ходном ставлю. И тут, ну, как-то... Да, король Д3. Проблема в том, что Б6, король Д4. То, что мне не надо, что король Д4 успевает. Конь Ц5 не дал. И здесь у меня вот эти пешки слабые. Да, при случае Б6 А5. То есть они могут попасть там под слона. И тут у меня вообще нет игры. Я должен просто стоять ладью теперь. Я так понимаю. Ладью 8-8. Просто стоять и ждать. Как бы пробьют меня или не пробьют. Но похоже, компьютер считает, что не пробивает. Видимо, никак белые не могут выиграть эту позицию. Но совсем пассивно. Да, вот вообще вот так. Стал уже на последнем рубеже, что называется. Оценить было не так просто. Я не хотелось пешку ставить на А5. Поэтому я сыграл Б6. То есть главная задача, я пытаюсь не дать корлян Д4 перевести. Потому что на король Д3 конь Ц5 шаг следует. Ну и в принципе я хочу Конь Ц5 пойти. Ну и здесь висит? А, да, висит на Б3. Ну и как бы я в принципе хочу активизировать коня. Конь Ц5, конечно, Конь Е4. Потому что после А5 король Д3, король Д4 я не успеваю это сделать. А здесь успеваю. Но разница в том, что на Б6 Б4, конечно, ходит. Поли Ц5 забрали. Да, поли Ц5 забрали. И вот теперь у меня уже А5 как-то там не очень хорошо. Потому что, не помню, видимо Б5. Там ладятся 6 какие-то заходы. Ну, у меня, конечно, была идея в этом, что именно на Б4. То есть теперь уже строго, по-моему, единственный ход ладятся 4. В этом была идея. Уже тактически как-то держать позицию. Тактически. Но я видел, я видел опасность. Но Виши немножко, опять же, да, это вот к разговору о том, что мы до матча говорили, о предусловии, что где-то вот чуть-чуть вот такая игра на нюансах. Виши, она, ну, хуже получается. Ну и может он немножко уже расслабленный был. И так плюс 3 ведет. Вот еще и шикарный мяч с шансами на выигрыш. Может, не такой собранный. Здесь у него был, я видел этот шанс, у него был шанс сыграть на выигрыш. Очень тонко надо было сыграть. И я помню, очень боялся этого в реапартии. Владябец и 4 он должен был побить. Ну, в смысле, он и побил Владябец и 4. Да, ну иначе я сдвоюсь по Ц. ДЦ, вот тут, на самом деле, крайне тактическая. Она очень тактическая, потому что... Давай, отдай нам задание, Володь, мы найдем ход? Не, ну это сложно. На самом деле, как бы он сделал самый естественный, там тонкость такая, это надо долго искать. Я имею в виду, что тактическая не то, что здесь как-то тактические удары есть, а что надо далеко посчитать и понять нюансы. Виши сыграл Владяц и 1, самый естественный ход, конечно, здесь. А вот я помню, что Король Д2 было страшно опасно. Король Д2, и, кстати, еще не факт, что вообще черные спасаются. Наверное, спасаются точной игрой, но непросто. То есть Король Д2, идея в том, что на Владяц и 8 Король Ц3, да, очень важно там успеть. Ну и там, как бы, Король Ц3, и что-то я чуть не успеваю здесь. Идея в чем, что, ну, скажем, А6 или здесь, или заход до этого А6, например, вместо Владяц и 8. То есть мне надо как-то выйти конем, у меня конь не хует, да. Но тут, если я пойду Б5, вообще все, забыла проблема, да, там конь начнет, но он Б5 успевает пройти. Б5 и вот прижать моего коня. АБ, АБ, Владяц и 8, ну, иначе меня не выпрыгну просто конем. Владяц и 8, конь Ц5. То есть у меня игра на выпрыгивание коня. Но здесь вот получается, что он темп в темп успевает. Король Ц3 ходит, конь Ц5. Вот в этом была моя задумка. Конь Ц5, именно успеть выскочить. И идея в том, что на Король Ц4 я ровно по темпам успеваю сделать ничью. Еще когда ходил Б6, Владяц и 4, я вот это считал, потому что это было важно. Конь Е4, шах теперь. Конь Е4? Да, Конь Е4, шах. И очень важно, что на, да, теперь на Король Д3. Да, иначе там у меня как-то Владя на вторую убрывается. А на Король Д3 я успеваю комбьет Д6 пойти, ЕД, Владяц и 8. Именно отобрать пешку шахом. И ровно-ровно темп в темп сделать ничью. То есть это был важный вариант. Но я тут, да, где-то уже ближе, когда пошел Владяц и 4, тут с ужасом обнаружил, что у меня типа Цуксванга в этой позиции. Нет, после взятия, да, если он, как он и сыграл, Владяц и 4, ДЦ, Король Д2. Да, теперь, если бы он сыграл Король Д2, да, вот Владяц и 8, ну или А6, да, сначала. Да, это то же самое. Владяц и 8, Король Ц3, А6, Б5 или А6, Б5 разменялся. Владяц и 8, Король Ц3, Конь С5. Вдруг я понял, что какой у меня следующий ход. Это же 4 такой неожиданно очень сильный ход. Очень важный ход, потому что если он отрывает ладью сейчас с Ф1, я Король Ф5, Король Е4 пробегать, начиная с контрагруза. Да, я как раз хотел сказать, что ходы закончились, да. Да, ну как бы, вроде у него угрозы большой нет, у меня ходов нет, но вот как-то после Ж4 еще какая-то очень точно нужно сыграть. Конь Е4 шаг, Король Д4, да. И Конь С5. И ты ничего не успеваешь, да? Ты бить не успеваешь? Да, как-то я не успеваю по темпам как-то, да. На Конь Д2, я даже не знаю, что на Конь Д2. Может быть, Ладья Ф8 уже выигрывает на Конь Д2. И чисто темповая вот такая вот темп-в-темп все, да. Просто темп-в-темп. Ладья Ф8, я боюсь, что просто пешку Б6 может потерять. Я не успею защитить пешку Б6, возможно. Ну, в общем, да. А вот я на Конь Е4 шаг, Король Д4, Конь С5. Ну, нет, я имею в виду после Ж4. Нет, после Ж4. А, после Ж4. А именно после Ж4, да. Да, я могу, в принципе, то же самое сделать после Ж4. Дать шаг на Е4. Король Д4. Теперь-то я уже на Д6 не успеваю взять, потому что ЕД и на Ладья Д8 Король Е5 он проходит. Да, да, да. Я просто не успеваю пешку уничтожить. Так. Но на ход Конь С5, и здесь вот такое, да, и здесь, а теперь как-то Король Д4 по-прежнему ничего не дает. Потому что мне, видимо, эта линия С очень нужна, чтобы Ладья ворвалась. Но тут тончайший ход, конечно, я думаю, что его норовейше зевнул, потому что Ладья Б1. Чего? Вот, как говорится, не спрашивай почему, но Ладья Б1. Не, ну это невозможно. Страшно сильный. Очень сложно. Ну, можно, потому что ходов не так много было быстро. Но это еще не выигрыш. Но после Ладья Б1 уже начинаются проблемы. Никак как-то мне не удается раскрутиться сразу ничего делать, по крайней мере. Это, да, конечно, это сложно. Это очень сложно. Но я к тому, что вот... Ну, сложно, потому что смысл непонятен, а что какую проблему решает ход Ладья Б1. Да, да. Ну и все, до этого тоже вот эти ходы Королен туда-сюда. На самом деле, видишь, это сыграл самым естественным, логичным образом. И, кстати, это тоже, наверное, было бы сильно. Но тут я видел издалека вот и как я спасаюсь на Ладья С1. Потому что, конечно, это самое естественное. Зачем давать все эти шахи? Как бы мне, да? Но здесь Ладья С8. И тут очень важный момент, что... Ну, я хочу, по-моему, Король Ф5 выскочить, да? Да. Я хочу выскочить Королем на Ф5, поэтому Ж4. И он, видимо, считал, что это еще сильнее. Потому что теперь на А6, Б5 у меня даже конь не выскакивает никуда. А, подожди, Володь, извини, пожалуйста. Ладья Б1, извини, тут может быть просто после... Как-то пешка Б потом, что ли, идет? В этом смысл, что ли? После размена... Я думаю, что он хочет взять теперь на С4. Почему-то Ладья на Б5... А может быть, Ладья Б4, Ладья Б4 хочет сыграть. Знаешь, это не так просто понять, почему. Но почему-то это сильно. Ну, ладно, собственно. Сейчас я скажу, не знаю. Не, не просто это понятно. Люблю загадки. Ну, это тонко. Не, это тонко и сложно, конечно, опять же. Ну, почти неподъемно для партии шах. Ну, если бы он уж так сыграл, мы бы его дисквалифицировали бы. Ну, он мог. Он мог, уж больно хорошо играл он в матче, да и вообще хорошо играет. Да. Но вот здесь, и вот здесь момент, потому что на Ж4 теперь вот очень важно, что на А6, если я хожу А6, то есть у меня А6, Б5 надо как-то поставить, да? То Б5. И здесь вот действительно партия тяжелая. Именно белый ходит Б5. И здесь действительно очень важно. То есть я конь С5 нигде не успеваю из Ладья Б4. И как-то оказывается, что я легко могу ее проиграть. Скажем, А5, как-то я пытаюсь закрыть фланг, иначе еще по линии А у меня зайдет. И вот эта позиция что-то оказывалась крайне тяжелой. Дело в чем, что в этой позиции она, наверное, она ничейная, как я понимаю, если он просто возьмет на С4, я ладей поменяю. То это ничья. Ну, скажем, в какой-то момент он придет королем на Д4, побьет на С4, да? То я меняю ладей, и похоже, что это ничья просто, ну, крепость. То есть я просто стою королем, король А6, король Ж6. То есть он, видимо, похоже, что он не может прорваться здесь никак. Но проблема в том, что он же не берет. Он же хитрец, перейдет королем на С3, ладья Д1, по линии Дэн еще заходить. Он еще не возьмет на С4. То есть, как бы, ну, не гарантия, что это прогресс, но очень опасная позиция. Да, очень опасная неожиданно оказывается. И на это он рассчитывал. На это он рассчитывал. Но тут находится очень важный ресурс А5. А5. И вот это, да, тут я подсобрался, надо сказать, вот момент, потому что вот этот маневр Б6, ладья С4, потому что я что-то почувствовал, что еще не хватало еще эту проиграть. И похоже, что это очень-очень точный путь ничей. И тюдный почти что, да, потому что идея в чем? Что после БА-БА, если БА-БА, то ему как-то сложно. Ну, я конь Б6 начинаю грозить. И очень важно, что он не успевает, ладья Б1 как-то, да, по линии Б, потому что я С3, пешка успеваю прогнать. Ровно по темпам все. Потому что ладья Б7 зайдет, там, С3, и как бы король Д3, С2, я ее сброшу. И конь Б6, там, ну, все, там. И здесь отыграет, и будет ничто. Да, отыграл на А4. А на Б5, вот то, что он, может быть, пропустил, Б5, ну, и как-то теперь после хода Б5, как он и сыграл на А5. Ну, и намеревался, то есть на конь С5 всегда ладья Б4, и как-то, видимо, хотел спокойно подойти королем, как я и говорил, да, и потом по линии Д заходить. Но тут С3. Чисто тактически просто он не успевает. С3. И на король Д3 я успеваю конь С5 шаг сыграть. А, вот шаг. Важно, что шаг. Да, шаг успевает, да, и важно, что уж и на А4 висит, но а слон спит, ладья С5, ладья С3, просто ничья, да. То есть и... Да, просто не прорваться. Поэтому на С3 он пошел ладья С2 пока. Я сказал, что я просто схожу к королю Ф7, и он не может, как только король Д3, конь С5 шаг дают, да. То есть он не может просто как бы прорваться королем. Или король А4 на С2. Ну да, или король А4 перевести ладью по линии Д, но он не успевает. И, в общем, кое-как с горя пополам. Красивый соскок, хороший, тонкий соскок. Вот это, конечно, опять, опять это надо... Потому что контринтуитивно же это оставлять на Б6 вот эту пешку, которая подсунула в цвет... Ну да, но здесь просто важно понять, что С3, и я так понимаю, что С3 еще идея в том, что на король Д1, на король Д1, я так понимаю, С2 шаг я хочу дать. Я хочу сбросить эту пешку. Ну, наверное, не обязательно это. Я могу и не ходить, хотя, наверное, ладья С4 еще исходит. Но, видимо, если я даже сбрасываю эту пешку и просто стою королем, наверное, он не может выиграть, не прорваться. Но здесь еще ладья С4. Ну, то есть, короче говоря, сделал ничью. То есть она такая, вроде проходная получилась. То есть на самом деле, в общем-то, какие-то неприятные минуты я испытал. То есть надо сказать, что снова в дебюте я получил, может, не такие большие, но явно, что позицию глубже соперник. Он практически мог повторить подвиг Гарри Кимыча в 1984 году, 4 партии проиграть из первых. Ну да, были какие-то шансы. Он в первых девяти проиграл, а ты... Да, были какие-то шансы. Но тем не менее, как-то соскочил и, наконец, белые. Ну и, в принципе, уже все равно, особо ни на что не рассчитывал. Но дальше как-то я чуть-чуть встрепенулся, стал получше играть. Может быть, Виша чуть-чуть стал более зажиматься. Ну, так иначе, в общем-то... Ну, что можно сказать? Да, вот, я вот рассказал пока, да. Мы, конечно, проведем еще один репортаж по последней партии матчей, которых у меня даже были шансы на выигрыш некоторые. То есть я уже, как бы, я ничуть не хуже играл на финише. Но, в общем и целом, ну что можно сказать? Ну, с одной стороны, конечно, блестящая игра Ланан, блестящая совершенно, и тут ничего нельзя сказать. Блестящая подготовка, блестящая игра. С другой стороны, с моей, да, как бы, стороны, когда я смотрю, когда ты смотришь, что чуть-чуть что-то бы сложилось по-другому, глядишь, а может быть бы и была бы борьба равная, да, потому что где-то вот там, не пойди в это, не найди эту идею, там, в Миране, не пойди в нее, потом, в Ладеже 8 бы там, ребята посмотрели бы все-таки несколько часов, а не один час. Кто знает, может быть, борьба бы какая-то за... Хотя, конечно, опять же, я говорю, что выиграл он безоговорочно матч, и в такой форме, и блестящий поет, в которой он был, наверное, он лучше вообще, наверное, был за свою жизнь, его игра была в этом матче, он сам это признавал. Действительно, конечно, бороться с таким великим моментом, ну, крайне тяжело. Но я не скажу о том, что я бы выиграл этот матч, скорее всего, нет, но, по крайней мере, я бы, наверное, лучше бы поборолся, то есть ко всем бедам, так сказать, как вот вы видите, шахматным моим, то есть игра была, мягко говоря, не идеальной, подготовка была еще хуже, чем игра, и еще и какое-то стечение обстоятельств безумное совершенно, да, ко всем прочим, что, в общем-то, и вылилось в такой очень неприглядный, с шахматной точки зрения, результат после семи партий. Счет был минус три, два пять, и, наверное, на этом мы, да, пока остановимся и закончим. Да, но мы итог еще подведем в конце следующего. Итог подведем, да, пока все, пока на данный момент все крайне печально для меня, но вот, да, хотелось бы все эти, рассказать, рассказать эти перипетии какие-то, потому что, не потому что, мне оправдаться, или что, да нет, что там оправдываться. Да и у меня никому нет претензий, бывает такое. Но действительно, я просто сказал, потому что это действительно уникальное, что вот, когда так все складывается, вот, вот, совсем, вот все против тебя, какой-то вообще на уровне совпадений, да, но тут уже потом уже постфактум думаешь, ну все, что ты мог сделать-то, а что я мог сделать, если так против меня обстоятельства складывается, ну, ко всему прочему, ну, значит, я был обречен в этом матче, Значит, звезды, называйте как хотите, в общем-то, решили, что время стать чемпионом мира Виша Ананда. Ну и в общем решили правильно, великий шахматист и великий чемпион, в принципе. Никаких, так сказать, у меня нет претензий к этому решению, так сказать, высших сил, которому я очень сильно поспособствовал кучей своих ошибок и глупых ходов и так далее. Ну, на этом пока мы расстановимся. Хорошо, спасибо, Владимир Борисович, спасибо. Друзья, спасибо огромное всем, кто смотрел, всем хороших выходных. Тогда следите за новостями канала, мы объявим, когда будет последняя, заключительная, четвертая серия нашего сериала. Не сериала. Драма, драма сериала, драматического сериала. Ход королем. Спасибо, Володя, спасибо всем, всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok